Я вас приветствую сейчас с письма Международного экономического форума. Вы знаете, такой абсолютный абсурд нашего существования в Киеве сейчас. Выступал премьер-министр Шмыгаль, премьер-министр Украины. И в это время, буквально в это время, над Киевом было сбито две крылатые ракеты. В то время как были попадания сегодня в Одессе, были попадания в Днепре. И вот мы тут обсуждаем сейчас экономическое развитие нашей страны. Вот такая, собственно, история. Последний раз я вас видел, Виктор, здесь, в Киеве. Вы выступали в театре «Какого черта» с Адой Роговцевой. Такие времена были. Я не знаю, надеетесь ли вообще когда-нибудь вернуться в Украину с этим или с другим спектаклем? Ну, с этим вряд ли. Потому что Ада Роговцева, как я понимаю, все-таки изъяла русский репертуар из своего репертуара. И это печальная история как раз о русском мире. Ну, в закавыченном русском мире, путинском русском мире. Потому что Ада Роговцева попала в список врагов России в 2014 году, когда она ездила по госпиталям украинским на первой линии. И для раненых бойцов читала, внимание, барабанная дробь Анну Ахматову и Лесю Украинку. Она читала на передовой украинским бойцам Анну Ахматову. Но поскольку она читала Лесю Украинку и выступала в госпиталях, ей запретили въезд в Россию. Мы играли спектакль «Какого черта?» играли на русском языке. Ада Николаевна, абсолютная легенда советских еще времен. И как раз вот такие люди, как Ада Роговцева, которые могут читать и Лесю Украинку, и Анну Ахматову на языке оригинала, это как раз и был шанс настоящего русского мира, без кавычек, русского мира, русской культуры, русской цивилизации. Огромные связи по двум континентам, огромные культурные связи, язык уважаемый и так далее. Путин выбрал другой путь, и результатом этого пути, в частности, стало то, что сегодня Ада Николаевна Роговцева не читает репертуар на русском языке. Я с трудом себе представляю не то, что 2000-й зал «Октябрьский» в Киеве, а какой бы то ни было уже зал в Киеве или в других замечательных украинских городах, где будет звучать русская речь сегодня. Это вот Путин добился, это вот путинский русский мир, значит, вытеснил русский мир Чехова, Анны Ахматовой, вот этот русский мир. Вот это на культурном фронте вот такая победа Путина. Он добился своего, он добился того, что Ада Роговцева не будет играть пьесы на русском языке. Ну, собственно, вы помните, что в Киеве, в центре города, на улице Хмельницкого был русский театр «Леси украинки». Там потрясающе, на самом деле, даже название самого, разумеется, он уже, я так понимаю, это уже поменяли название, убрали от этого слова «русский». Ну, вы знаете, Путин и команда кричат сейчас о том, что это «cancel culture», вот нас канцелуют и так далее. Абсолютно при этом причину и следственную связь, как всегда, затирают, они не видят, почему это происходит. И тем не менее мы видим опять этот монументопад, который сейчас происходит по Украине всей, снимают памятники его. Екатерина Вторая, памятники Пушкину по всей стране скидывают, там, где вы находитесь, собственно, в балтийских странах, снимают памятники советским солдатам и так далее. Есть ли вообще какая-то сейчас у вас эмоция по этому поводу и возможно ли в этой ситуации поднимать голос в защиту этих памятников? Ну, поднимать голос возможно, но мне кажется, это довольно странным и бестактным занятием в момент ракетных ударов по Киеву скорбеть по бюсту Пушкина. Пушкина не убудет, не убудет Чехова, да, с Ялтой, не убудет Анны Ахматовой, не убудет Достоевского, Толстого, их никого, Булгакова не убудет. Булгакову все равно. Мне кажется, это не пойдет на пользу Украине, но я полагаю, что украинцы сами когда-нибудь, когда сойдет острая боль, когда кровь отхлынет от глаз, украинцы сами в украинском обществе, я думаю, найдутся люди, которые скажут, Булгаков-то вам чем виноват, Пушкин-то вам чем виноват. Екатерина может быть другое дело, да, с Екатериной отдельный разговор, а вот с Чеховым, Пушкиным и Булгаковым, я думаю, что украинцы своими силами решат этот вопрос когда-нибудь, я знаю, что будет кому об этом поговорить, но в мирное время, конечно. Сегодня россияне, ну, довольно бестактно об этом разговаривать, повторяю, гибнут живые люди каждый день и скорбеть о куске снятой меди, да, или таблички, или запертой двери, как-то странно. Повторяю, это вопрос будущего, и скорость, с которой Украина вернется к реабилитации Булгакова, Пушкина, Чехова и так далее, срока очень зависит от, собственно говоря, поведения россиян. Абсолютно чистая аналогия с Германией, с немцами сороковых. «Ночь в Лиссабоне» – ремарка сейчас самый актуальный, один из самых актуальных текстов. Когда человека ненавидительно презирают по факту его немецкого происхождения, и никому, в общем, дела нет до того, ремарка – это или Геббельс, да, это уже ты немец, и ты заслуживаешь, да, пощечины. Работа немецкого народа в течение 30 лет послевоенных дала возможность немецкому языку выйти из этого проклятия, да, и немецкой культуры. Сегодняшний Берлин, если есть загробная жизнь, то я желал бы, чтобы Гитлер увидел сегодняшний Берлин, это было бы ему самым страшным наказанием, сегодняшний свободный космополитичный Берлин. Я надеюсь, что у русской цивилизации будет шанс исторический поправиться, исправиться, сделать работу над ошибками. На прошлом витке в 91-м году, в 92-м году мы не сделали работу над ошибками, и поэтому наш трагический кровавый 20-й век продолжается в 21-м веке. Друзья, вы смотрите нашу беседу с писателем Виктором Шенеровичем, пожалуйста, поставьте свои лайки, поделитесь видео своими друзьями, помогают поднять его в рейтинге. Виктор, возвращаясь к важным событиям начала этой недели, вот Андрей Зубов, российский историк, вот характеризовал это как такой разворот Лаврова. Сначала у нас был разворот Примакова над Атлантикой, если помните свое время, да. Война, после этого последовала мюнхенская речь Путина, после этого война в Грузии, аннексия Крыма, война без правил в Сирии, я цитирую сейчас Зубова, перефразирую его. Ну и, разумеется, страшная гуманитарная война против Украины, которая началась еще в 2014 году, и вот разворот Лаврова на Бали. В этом году посланец Путина ехал на встречу в G20, судя по всему, ничего не добился. Мало того, во второй день его прибытия, когда он уже улетал в это время, Путин разразился рекордным количеством ракет над территорией Украины вообще. Как вы оцениваете целесообразность этого? В системе координата Путина он же, наверное, поступал рационально. В системе его, в системе координат рационально, и это, безусловно, связанные явления. Лаврову надавали пощечин предсказуемых, именно поэтому Путин не полетел на эту двадцатку, чтобы эти пощечины не достались уже лично ему. Ему надавали пощечин, вполне предсказуемые, я не знаю, на что они рассчитывали. Со спиной Украины о чем-то договориться без Украины. Было ясно, что этого было, более того, это было артикулировано, что этого не будет. Поэтому, ну, на что рассчитывали не очень понятно, но, тем не менее, срыв миссии Лаврова предсказуемо закончился местью Путина. Это его способ разговора. Это он говорит вам, вы не хотите со мной разговаривать западу, ну и украшу, ну и украшу, вы не хотите со мной разговаривать так, я буду разговаривать с вами так. Это логика шантажиста, это логика ракетира. Собственно говоря, в этой логике он давно уже существует. Первые пять дней войны, когда была надежда у Путина блицкриком решить военную историю, а потом сказать Западу, как в случае с Осетией, или как в 2014 году с Крымом, сказать, что так и было, и давайте теперь договариваться из новой позиции, стоящей на доске. Это провалилось, а с тех пор, вот просто уже с начала марта уж точно, шантаж, рэкет, тяжелый кровавый рэкет, собственно, описывает единственный шанс Путина. Он в состоянии продолжать наносить ущерб, он ничего уже не завоюет на Украине, уже ни о каком завоевании речи не идет. Речь идет о том, чтобы нанести недопустимый ущерб. Для этого ракет хватает, чтобы по инфраструктуре долбить и делать невыносимой, огромной цену для Украины за продолжение войны. Потому что Путин сегодня хочет мира, как, конечно, хотел бы мира Гитлер в 1944 году. Конечно, Гитлер в 1944 году вполне был бы готов к миру, но к этому уже не был готов мир. И аналогия, мне кажется, совершенно очевидной. Путин сегодня изо всех сил хочет мира. И бомбометание по гражданским объектам в Украине – это как раз, так сказать, его способ переговоров. Садитесь со мной за стол переговоров или будет так. Я что не съем, то понадкусаю по старому анекдоту. То есть я не завоюю Украину, но я сделаю так, что я все попорчу. Вам не будет жизни. Вот логика Путина, обращенная к Украине и к Западу. Ну, да, пожалуйста, мы будем так. Хотите так, будем так. Ресурсы в длинную, несопоставимы. У Путина закончатся ресурсы. Но, к сожалению, закончатся еще не сейчас. Какое-то время эта кобра сможет продолжать, так сказать, совершать свои прыжки. Прежде чем она ляжет плашмя. Я уже рассказывал, когда-то для меня это было откровением. Я не знал, как мангуста побеждает кобру. Оказывается, дело не только в реакции, а дело просто в ресурсах. Для того, чтобы собираться в боевую стойку и атаковать потом из этой вертикальной боевой стойки, нужно довольно много сил. И в какой-то момент, на какой-то 15-й бросок, да, кобра устает вертеться вокруг собственной оси и бросаться. И после какого-то раза она просто не может подняться из пыли, которая сама себя бросила. И в этот момент мангуст перекусывает ей голову, да, шею головы. Вот так это все выглядит. Сегодня Россия смертельно опасная кобра, которая продолжает пытаться наносить смертельный укус. Но через какое-то время, конечно, она ляжет пластом в отсутствии ресурсов. Другое дело, что до этого времени она успеет истощить не только себя, но и нанести там чудовищные, там, очередные травмы Украине. Запад поступает, можно назвать это поведение циничным, можно рациональным, это уже вопрос оценки. Но ясно, что Запад готов вкладывать свои деньги, но не готов вкладывать свою кровь. И понятно, что платит кровью, платит разрушениями, страданиями, платит Украина. И то, что именно Украина стала такой точкой последней мести и точкой гибели Российской империи, безусловно, это очень симптоматично, потому что, да, я тебя породил, я тебя и убью, как сказано в одном украинском произведении, значит, товарища Гоголя. Да, Киевская Русь, именно потому что она киевская, именно поэтому существование империи без Украины невозможно. Вот эти вот фантомные боли имперские, они могут обойтись без стран Балтии, без Средней Азии, ну, даже без Кавказа. Хотя, конечно, Грузия, Армения, это было, традиционно были места российского влияния и контроля. Да, но тем не менее. Но никакой империи без Украины нету. Это, ну, просто по определению. Это сказал Збигнев Джижинский, вы помните, еще сказал. Вот именно вашими словами, что, да, без Украины Россия не империя. Кто это сказал? Збигнев Джижинский, это был советник Картера по национальной безопасности. Да, да, да. Да, да, да. Ну, скромно скажу, что великие умы сходятся. Нет, ну, слушайте, это слишком очевидная, это слишком очевидная вещь, просто, да, слишком очевидная вещь. Вот, и поэтому у Путина, боюсь, что у Путина нету просто вариантов, исходя из его целеполагания. Он должен либо признать поражение в этой войне, причем признать не перед нами либералами, это ему пофигу, а перед теми имперцами, которых он сам раскочегарил, да, 15-летней демагогии, 15-летней эксплуатации имперской темы. Он-то начиналось все с демагогии, для него это вначале было, конечно, демагогией, но некоторое количество городских сумасшедших, так сказать, образовалось, и 15-летняя пропаганда больше, чем 15-летняя, с 4-го года Первый Майдан уже комментировался абсолютно имперский. Поэтому накопилось какое-то количество вот этой имперской энергии, внутри России. И накопили, есть Стрелков-Гиркин, Холмогоров, Дугин, вот есть вот это все. То есть не циничный там Лавров или циничный Песков, которым все по барабану, собственно говоря, кроме того, чтобы не пойти под суд. А то, что называется настоящие буйные. Эти настоящие буйные, вот уже Пригожин вступает в политику. Уголовники. То есть на смену циникам идут просто такие уже уголовники-убийцы. Виктор, вот с вашего позволения про Пригожина вот как раз отдельно поговорим про эту вот гумилевщину эту, да, и пассионарность, которую мы сейчас в их лице видим, возможно. Но вот возвращаясь к теме вот этого террора, который сейчас, собственно, перекинулся и на территорию стран НАТО, вот, разумеется, речь сейчас идет об этой ракете. 15 ноября польский список для падения двух ракет в селе Пшедову в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Вот история была мутная. Но, судя по всему, сейчас те же американцы говорят, что это была украинская ракета, ПВО, которая сбивала, собственно, российские ракеты. И вот такой, знаете, непонятная серая зона. С одной стороны, Столтенберг и генсек НАТО, и Шольц, канцлер немецкий, говорят, что все равно ответственность не лежит на России, разумеется, потому что она развязала войну. А президент Турции Реджет Таид Эрдоган, вот, знаете, вздыхает с облегчением. Ну, нам главное знать, что это не Россия, это очень важно. Хотя понятно, что это абсолютно циничный подход, абсолютно циничный подход. Точно так же, как циничный подход под факт, что, ну, если это случайно, все нормально, вы там бомбите за, как вы сказали, бомбите там, мы готовы помогать Украине как можем, но только не нашей, собственно, кровью. Это вот пусть украинцы за нас продолжают, собственно, умирать. И вот сейчас уже многие это, наверное, смотрят, как такая проверка на вшивость. Тут же можно, Виктор, предположить, что, допустим, это было не намеренно российской ракетой, но ситуация была достаточно намеренная, то есть ракеты летают близко. Может быть, и расчет, собственно, был с тем, что украинская ракета будет сбивать, не попадет, и вот тут будет проверка НАТО на вшивость. Вот, на ваш взгляд, НАТО прошло эту проверку на вшивость? Знаете что? Конечно, это не была никакая проверка. Это просто война диктует свои правила. Ракете или противоракете летящей сбивать, да? Им совершенно все равно, где там по карте проходят государственные границы. Логика войны. Война всегда перехлестывает любые расчеты. Я уже говорил, что это как в несколько бильярдистов, вооружившись киями, начнут шарашить по шарам на столе, да? Каждый будет иметь в виду какой-то свой шар и какую-то свою комбинацию, но в итоге создастся позиция, которую не хотел ни один из игроков, разумеется. Война, она не учитывает таких чистых геометрических желаний. Что-то прилетает, да? Не туда, куда летело и так далее. Казус Белев найдется всегда. То, что Запад с облегчением выдохнул по поводу того, что это была не российская ракета. Разумеется, никаких нравственных, моральных оценок, разумеется, это изменить не может, потому что Россия развязала эту войну. И все последствия, да, за все последствия отвечает именно Россия. Это, извините, как в 44-м году войскам союзников или войскам советским предъявлять там какие-то счеты за разрушение на территории Германии. Ну, слушайте, идет война, которую начала Германия. Она должна закончить ее поражение. Разумеется, Запад выдохнул с облегчением. Вчера, когда выяснилось, что это была украинская противоракета. Но оценок происходящего... Конечно, русская пропаганда немедленно, целый день об этом говорила и так далее. И хихикала по поводу того, что украинская ракета ударила по Польше. Но это такие мелкие радости русской пропаганды. Ничего существенного, ничего поменяться в раскладе, в том числе в нравственном раскладе, тут не может. Ну, вот знаете, вот Александр Баунов из Карнеги-центра заметил, что вот сейчас у Польши появился свой Белгород. Понимаете, да, о чем тут речь? Тут еще ссылка идет к взвыванию Медведева по поводу того, что европейцам не удастся отсидеться в своих тепленьких квартирах. Это было написано до того, как было стало известно, чья это ракета. Собственно, тогда была первоначальная история, что это была российская ракета. Вот он пишет, что и в Белгород, и у этого конфликта появляются новые участники и новые территории. И вот что также преднамеренность, непреднамеренность следует за намерением, многократно высказанным в виде угроз, а значит, не вполне является таковой. То есть это общий такой контекст. Ну и вот он пишет, Баунов, что отсутствие какой-либо реакции на требования пострадавшего в ситуации войны союзника грозит потерей авторитета. Виктор, вы знаете, что я вам скажу? Мне кажется, что если бы это была доказана абсолютно российская ракета, я думаю, что серьезно бы ситуация не отличалась. Мы бы не увидели, разумеется, никаких ударов в ответ. Мы бы увидели просто высказывание очередной беспокойности. Возможно, бы им дали бы еще какую-то анти-противовоздушную систему обороны и несколько санкций там против каких-то лиц в России, которые ничего абсолютно не значат сами по себе эти санкции. Мне так кажется. Понимаете, Запад понять можно. Стратегия Запада, ну мы о ней уже даже сегодня говорили. Стратегия Запада совершенно очевидная. Это именно стратегия в длинную. Значит, поскольку если бы не было ядерного оружия, то фамилия Путина была бы Каддафи или генерал Нарьега или Милошевич. Это понятно, что эта война продлилась бы месяц максимум. Это понятно. Но поскольку у России есть ядерное оружие и Западу не хочется проверять степень невменяемости Путина, он ее достаточно уже проверил. И Путин убедил в том, что дедушка старик ему все равно. Во многом он убедил, перейдя пару красных линий в этом году. Но одну, по крайней мере. Ведь я за неделю до войны в одном украинском эфире тоже предполагал, что войны не будет. И вместе со мной это предполагали очень многие эксперты. Поэтому Запад, новая стратегия, военная стратегия совершенно очевидна. Это стратегия на истощение России. Россия, да, на то, чтобы Россия на эту войну, так сказать, истратила последние свои силы. Технологий новых не будет, экономика расти не будет. Через какое-то время Россия ляжет пластом или начнутся социальные какие-то проблемы. Но другое дело, что это повторяют. Это вопрос не дней и не недель, а месяцев и лет. Когда это произойдет, я не экономист, я не знаю, но думаю, что еще на год войны на истощение, причем на истощение самой России в том числе, так сказать, России хватит. А западной экономики, разумеется, хватит на поставку оружия и на санкционные усилия. Ясно, что Россия изгой и что по периметру будут арестовывать, что репарации неизбежны. В этом смысле, мне кажется, что, как ни странно это звучит сегодня, но я это говорил в первые дни войны еще, Украина, несомненно, в перспективе выйдет из этой войны победителем. У нее будут очень трудные времена и дальше будут трудные времена, но в исторической перспективе Украина уцелела как государство, более того, укрепилась как государство. И Украина сегодня гораздо более крепкое государство, чем было до войны. И Зеленский, который был слабым, противоречивым президентом, да, и вполне там выглядел двусмысленно, он сегодня по-настоящему, без кавычек, герой мира, да, и человек мира. И Украина именно сегодня, именно после начала войны, окончательно тема восточных территорий, западных территорий, да, конфликта внутреннего разрыва между Донбассом и Львовом, там, да, между Ужгородом условным, да, и там бывшими традиционными там восточными территориями, все это ушло в прошлое. Украина осознала себя как нация вполне, не без помощи Путина, она укрепит это ощущение. И да, ценой людей жалко, судьбы жалко человеческие, но Украина как государство, конечно, выйдет из этой истории уцелевшей, сильной, входящей в Европу, партнером мира, и будут очереди инвесторов потом на восстановление Киева, Львова, да, Одессы, очереди будут стоять на вложения, миллиардные вложения в восстановление Украины. На это восстановление уйдет, уйдут остатки российского бюджета послевоенного, разумеется, да, по репарации. Это, поэтому в перспективе с Украиной все будет хорошо, в перспективе. А вот с Россией именно что в перспективе, все будет хуже и хуже, потому что по понятным причинам. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет плата, не только материальная, плата именно России за этот кошмар. Ну вот парадоксально, знаете, и Владимир Путин утверждает, что в это время то, что сейчас происходит, это тоже помогает России укреплять суверенитетом, постоянно говорит, что укрепление суверенитета. Ну вот вы доходитесь в Балтийских странах, сейчас я уже это упомянул, и вы помните еще Андрей Андреевич Кенковский все время, в 2014 году, он сказал, что вот если Путин развяжет подобную войну, как в Донбассе, где-нибудь в Нарвии, в русскоязычном городе в Эстонском, создаст какую-то Эстонскую Народную Республику, допустим, будет ли готовить какую-то провокацию совершить удар по Нарвии каким-то там маломощным ядерным оружием, готов ли будет НАТО защитить своего же члена согласно пятой главе Конституции? Ну это вопрос к тому, насколько, какое сейчас настроение в этих странах вы там находитесь, они видят то, что происходит, то, что происходит сейчас в Польше, они уверены в том, что они под зонтиком НАТО, и у них все будет нормально. Вы знаете, я сейчас как раз нахожусь в Варшаве, где я живу. А, в Варшаве. Окей. Я сейчас нахожусь в Варшаве, и здесь, конечно, рефлексия очень-очень сильная. Повторяю, стратегически вряд ли что-то изменится из-за этих ракет. Посмотрим. У Путина нету никаких других возможностей, я полагаю, кроме продолжения шантажа. Альтернативой этому является признание поражения. У него нет других, поэтому он будет продолжать гнуть свою линию. На какое-то время этого хватит. На это уйдут последние ресурсы российской экономики и последние ресурсы, ну, моральные. Потому что страна распадается и деградирует. И феномен Пригожно, вышедшего в политику, это ясный сигнал просто разрушения Российской Федерации. Никакой Российской Федерации в сущности нет. Это просто гуляй поле. Это малина, где в разных частях этой малины рулят бандиты. В большом диапазоне от Кадырова до Пригожно. Я знаю, что, собственно, вы были даже, на вас был иск год назад за то, что его назвали убийцей и уголовником. То есть у вас даже есть какая-то совместная с ним история. И вот сейчас, знаете, Институт изучения войны, в числе прочих источников, пишут, что Пригожин сейчас, вот он включил эту антиэлитную риторику. Чуть ли не такой анти, знаете, против богатых людей направленную. И пытаются сейчас создать некую, может быть, даже политическую силу, на себя перебрать вот электорат, который традиционно поддерживает Владимира Жириновского. Вот как вы видите эту фигуру в этом контексте сейчас? Насколько он может быть независимой политической силой? Или все же это сугубо путинский проект? Это путинский проект, но он уже вышел из-под крыши Путина. И это одна из симптоматик распада, потому что еще недавно было невозможно представить наезд путинского повара на путинского губернатора. Это было бы просто невозможно. Сегодня уже возможно. Сегодня Путину не до Пригожина. Ему ни до чего. Путин не отвлекается ни от чего, кроме собственного инстинкта самосохранения. Пригожин не мешает ему, по крайней мере. А то, что Пригожин давно уже не спрашивает у Путина, что ему можно делать, а что нельзя, это очевидно. И то, что он вышел, и это смешная ситуация для меня, потому что я был оштрафован на полтора миллиона рублей за то, что назвал его уголовником и убийцей. А сегодня он сам называет себя, собственно говоря, убийцей в открытую. Он позиционирует себя как убийца и уголовник. Он уже давно вышел. Это каминг-аут случился, но что совершенно не меняет юриспруденции поразительным образом. Но дело, конечно, не во мне. Дело в том, что, повторяю, феномен Пригожина сегодняшнего, вышедшего из тени, пошедшего в политику, собирающего под себя, подгребающего электорат Жириновского и просто бандитский электорат по всей стране, это симптоматика распада российского государства. Если раньше можно было в нулевых годах говорить о авторитарном государстве, путинском авторитарном государстве, о бесправии, о захвате власти, но все-таки это было государство, управляемое вот таким авторитарным образом. Сегодня нулевая реакция на демонстративные убийства. Один гражданин России, у некоторых гражданин России, публично выкладывают пленку с тем, как они убивают другого гражданина России. И нулевая реакция. И пресс-секретарь президента говорит, нас это не касается. И он говорит правду в сущности, потому что это их действительно не касается. Они заняты самосохранением, а то, что граждане России убивают друг друга, ну, это симптоматика того, что нет у государства. Вообще никакого. Если раньше была авторитарная, сегодня это просто банда, которая рулит. Единственное, что ее заботит, это сохранение власти. Поэтому все силовые ресурсы брошены на Карамурзу, Навального, на пикетчиков, на либералов, на тех, кто может помешать оставаться у власти, на политических противников. А уголовщина, да, Песков в кои-то веке не соврал. Это действительно не имеет к ним отношения. Вот так. И эта симптоматика очень серьезная, конечно, для России. Виктор, я слышу, что вы простыли. Я вам желаю скорейшего здоровления. Спасибо, что были с нами друзья. У Виктора Шенройча, если вы еще не знаете, у него прекрасный YouTube-канал. Подписывайтесь на Виктора Шенройча, подписывайтесь на канал Фабрика Новым. Оставайтесь с нами. Виктор, еще раз спасибо. Спасибо. Спасибо.